Музыка Информация о состоянии в городе Краснолуч на 13 октября Музыка Во второе воскресенье октября традиционно отмечают День художника. В честь этого праздника в выставочном зале Дворца культуры имени Ленина была торжественно открыта выставка работ мастеров Луганщины. Организаторами мероприятия были сотрудники выставочного зала и клуба поселка Княгиневка при поддержке Управления культуры, национальности и религии города Красный Луч. К вниманию посетителей было предоставлено впечатлительное разнообразие работ. Картины маслом, акварелью, вышивки, поделки из дерева, картины из соломы, вышивки бисером и многое другое. Это у нас такая большая первая послевоенная выставка. Мы пережили довольно трудный период, когда многие уезжали. Мы не знали, вернется, кто не вернется. Многие еще не вернулись. Праздник проводится по традиции каждый год. Творческие люди города на выставке смогли пообщаться, поздравить друг друга и получить хорошее настроение. Праздник, во-первых, организовывается у нас регулярно, потому что День художника – это праздник всех наших творческих мастеров и вообще сочувствующих, желающих творить людей нашего города. Ценители искусства могут наслаждаться картинами и творческими произведениями мастеров до декабря месяца. Выставку эту мы постараемся продержать как можно дольше. В любом случае, до декабря месяца она должна у нас работать. Приют «Теремок» сегодня принимал гостей. Дети радушно встречали всех желающих на празднике мира. Ребята показали важность мира и человеческих ценностей своим творчеством. С импровизированной сцены прозвучали песни и стихи. Не отнимайте солнце у детей, и жизнь земли навеки не тревлется. Когда же война от работы устанет? Сжигать и калечить детей перестанет. Где были недавно жилища людские, сегодня одни пепелища пустые. Также была минута молчания. Попрошу всех встать и помянуть минуту молчанию всех поймавших. Ребята поделились своим мнением о том, каким они видят мир. Мир – это когда нет войны, все хорошо, ну все отлично, не взрываются, не летает ничего. Очень не страшно. Мир – это доброта, там где люди живут, нет войны. Мир – это все радуются миром, чтобы не было войны. Разделяя призывы к доброте и взаимопомощи, гости праздника обратились к детям. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. Мира – это самое главное – здоровье. Чтобы они все дружились. Чувшись, воспитатели. Представители военной комендатуры подарили сладкие подарки. Городской голова Марина Филипова не смогла посетить мероприятие, но передала детям необходимую для развития и учебы канцелярию. Гости пришли не с пустыми руками. Этот праздник проводится впервые, так как на сегодняшний день, как никогда, возросла актуальность мира. Праздник организовали, потому что, ну как вам сказать, или крик души. Очень тяжелая обстановка, очень больно за детей. Почему наши дети должны страдать? Хотелось, наверное, и праздник, и веселье сделать, и как бы тепла, согреть детей своей теплотой и добротой. Особыми гостями на празднике была многодетная семья Александра и Татьяны Букевич. Они подарили родительское тепло и счастье полноценной семьи еще двум очаровательным деткам, воспитанникам теремка. Мне говорят, много будет трудностей и много переживаний. Я знаю, что я не одна. Я знаю, что со мной есть мой муж, мои родители, друзья и, конечно же, мой лоб. Я в это верю, поэтому считаю, что все у нас получится и все будет хорошо. В завершении праздника дети провели символичное выпускание бумажных голубей. 15 октября в 10.00 состоится открытие плавательного бассейна. В день открытия все желающие могут посетить бассейн бесплатно. Первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин заявил, что в ДНР и ЛНР хотят перенести выборы на 9 ноября. По его словам, это связано с необходимостью выравнивания гуманитарной ситуации. «Мы действительно синхронно с коллегами из ЛНР планируем перенести дату выборов на 9 ноября», – сказал Андрей Пургин. Ранее Центральная избирательная комиссия ЛНР обратилась к парламенту ЛНР с просьбой перенести дату выбора со 2 на 9 ноября в связи с большим объемом ремонтно-восстановительных работ на избирательных участках.